партнер передачи сеть супермаркетов спортивного питания арни контактную информацию магазинов вы можете найти на сайте arni store.com а также бренд спортивного питания просапс друзья сегодня необычная тренировка сегодня буду учить вас не я а учить будут меня и будет учить поистине легендарная личность легендарный тренер и мой тренер алексей викторович киреев он же доктор лидер спресс спасибо андрей что обозвал меня красиво а суть проблемы следующие последние соревнования выявили андрея от слабых мест на которые в общем-то многие указывали сейчас мы попробуем над ними поработать и если в течение года все удастся мы эти слабые места исправим сейчас в частности деталировка мышц спины мы готовы раскрыть секреты раскрыть секреты как нарастить бугары на спине которых так не хватило в последнем сезоне я думаю вам будет полезно тоже посмотреть это видео поехали пока андрей разминается немножко кратководная первое упражнение у нас становая тяга принципе она считается базовым для мышц спины с какой-то стороны это в общем-то ошибка потому что основные движители в этом упражнении это квадрицепсы большая ягодичная а мышцы спины выступают как стабилизаторы но все равно нагрузка на спину в общем-то выдается достаточно большая то есть польза от становой тяги приблизительно такая же как от приседаний а нагрузку с квадрицепсов и ягодичных мы снимем тем что будем делать становы не в полной амплитуде а где-то от уровня колен сейчас андрей разомнется и начнет я огурчик андрей при выполнении этого упражнения пытается прогибаться в спине делать этого не нужно спина должна быть жестко зафиксирована она работает в статике она здесь стабилизатор то сделано упражнение немножко по-другому взяли вот без этого вот просто вот это вот это ли я так понимаю что это движение выгибание назад это как раз таки большая нагрузка на разгибатели да она не нужная нагрузка на позвоночник и ты включаешь то что в принципе амплитуда короткая и просто тратишь лишнюю силу на это просто взял ровненько ровненько спину поставил вот так и пошли я сейчас тяну получается с уровня колен так это чисто то что подходит мне либо это качковский вариант становой тяги это качковский вариант становой тяги для того чтобы развить всю спину в целом и выключить из работы квадрисомцы и большие ягодичные то есть при классическом исполнении становой тяги вся нагрузка приходится квадрисомцы ягодичные спина стабилизатор мы их динамику этих мышц выключаем длинные спины все равно остаются стабилизатором но все-таки работа большей части уходит в них убираем ее с квадрисомцы понял теперь это самое по хвату хват на ширине плеч тут который удобен чтобы не вывернуть плечи но никак не широкий ни в коем случае не разнохват при котором позвоночник крутится это никому не нужно да вот это момент важный поехали теперь еще такой момент это упражнение не требует большого количества повторений то есть он сделает два размешанных подхода там 10 12 дальше не поднимаемся выше шести повторений тупо по 6 веса добавляем 6 6 6 6 до максимума со времен был такой туповый бодибилдер мак франков майк франков очень он мне нравился он все тренировки начинал со становой тяги спинища была изумительно да я помню ноги тоже были и ноги я махну ты говори здравствуйте господа меня зовут алексей киреев в народе известен как доктор любом сегодня у нас тренировка с андреем скором по ходу которого можете задать свои вопросы спинка ровно ровно жоп вот так пошел по повесил что восемь давай давай вообще легко алексей киреев в народе и еще немножко добавим на штанге 220 тут уже имеет смысл одеть и пояс и ремни это не максимальный для андрея вес держу на убор держу штаню 6 раз в стиле стиле или берется значит становая тяга это упражнение в котором не нужно выполнять с максимальным весом несколько подходов достаточно одного нагрузка на газе общая нагрузка достаточно большая поэтому достаточно ограничившим одним подходом с максимальным для данного обученным для данного атлета вес затронувал часть тему до что не надо много подходов делать с максимальным весом это все-таки как-то связанные так понимаю с перетренированность потому что работает весь организм именно так базовый упражнение таких как хочешь это снова тяга можно выложиться в одном подходе с максимальная increasingly если ты можешь несколько подходов сделать таким весом значит не выложился в первую какие-то упражнения Одни хорошо делать в высокообъемном режиме, какие-то высокоинтенсивные. Вот встановая тяга, в моем понимании, лучше делать в высокоинтенсивный режим. То есть один-два рабочих подхода максимум. Для такого типичного посетителя зала, сколько можно делать в неделю встановых? Один раз, а то и раз в две недели. Упражнение хорошее, но, опять-таки, надо понимать свои цели и задачи. Одно дело, если вы соревнующийся атлет, нафаршированный восстановителями, тогда все хорошо, и бога ради. Простой любитель может просто перетренироваться с оптимальными весами. Еще момент, если нехороший, у Андрея мы акцентированно работаем спину. Обычные посетители, если нет этой проблемы, то становая тяга может все-таки привести к расширению талии, поэтому особо-то увлекаться и не стоит. Тут именно в рамках специализированного комплекса введено упражнение. В обычных случаях мы бы не стали его делать. Мы ограничились бы становой тяги на прямых ногах для бицепсов бедра. Как правило, два эти упражнения совмещать в рамках одного недельного цикла. Лучше не стоит, это будет перебор. Мне там пишут, да, у многих проблема, что у них, когда и тяжелые приседания, и становые, они не восстанавливаются. Есть ли смысл чередовать, к примеру? Неделя приседает, человек тяжело. Ну, конечно, именно так, натурал только так. Все нагрузки тяжелые, в организм просто не восстановится. Не всегда даже такое получается с помощью химикатов, поэтому надо чувствовать свой организм, периодически проводить легкие тренировки с облегченным весом. Следующее упражнение комплекса – тяга штанги в наклоне. Я бы, конечно, предпочел, чтобы это была тяга Т-грифа с упором грудью, чтобы полностью выключить мышцы разгибателя спины, снять с них нагрузку, поскольку на станово они получили свою порцию. Но в Голджиме нет такого станка, поэтому мы будем делать тягу штанги в наклоне, самое обычное культурористическое. Администрация Голджима, привет! Хотим с упором в грудь тягу штанги. Тягу Т-грифа с упором грудью – замечательный станок. Удивлен, что в таком замечательном зале нет такого достаточно простого станка. Досадно. Значит, хват на ширине плеч. Чем шире ты разводишь руки, тем больше уходит нагрузка в бисепсы. В идеале хват, конечно, дать вот таким, когда руки совсем не разойдутся. Но у тебя почему-то бисепсы принимают нагрузку именно при этом хвате. Поэтому хват обычный. Именно мне обычный хват. Обычный хват. Локти во время упражнения прижаты, ни в коем случае не разводятся. Наклон. Наклон 45 градусов, ни выше, ни ни ниже. Ниже уходит слишком большая нагрузка на стабилизаторы. Выше уходит нагрузка и шарчешка. Уходит трапеция. Сводим лопатки. За счет сведения лопаток включаются ромбовидные. Работает задняя дельта. При подъеме пояс верхних конечностей работает также верхний трапец. В общем, замечательное базовое упражнение. Так, здесь можно позволять себе что-нибудь чуть-чуть немножко? На весе, на хорошем. Когда на разминке шестинговать явно незачем, еще такой момент. Не надо, чтобы руки уходили вперед. Раньше было принято, что руки уходили чуть вперед, но это уводит нагрузку в переднюю дельту. Нам это не нужно. Но наша задача свести лопатки, опустить. Ждешь, тебе подходит выражение, ты везде и ты нигде. Ты у всех на слуху, все тебя знают. Ты легенда в нашем спорте. Засмущал. Но тебя нет в интернете. Тебя тяжело найти, с тобой как-то тяжело связаться. Обычным людям, спортсменам. Лично мне поступает куча сообщений, как мне связаться с доктором Рюбером. Я хочу проконсультироваться, спросить. Вообще заинтересован ты в новых людях. И если да, то как тебя найти? Потому что это, по-моему, самый часто задаваемый вопрос. У меня тут такой сложный момент. В интернете я все-таки есть, у меня есть. И свой форум, и на фитспорте я пошел достаточно много. Насчет новых людей, но они и так есть. Они каждый сезон у меня какие-то новые атлеты появляются. А вот найти меня, да, это сложно. Потому что в свободном времени у меня не так много. Как правило, все в попыхах. Работа, бизнес. Шесть дней в неделю я тренируюсь. В виде наборствах, не в железке. Вот, семья, детишки. То есть один свободный день в неделю, который... Который я сегодня забрал на тренировку? Нет, я сегодня оттренировался и поехал к тебе. Вот, найти, пишите. Мой форум, любил форум, и форум фитспорт. Другое дело, что каких-то сакральных моментов, в общем-то, вы там от меня не услышите. Я все говорю открытым текстом, ничего не прячу. То есть все давно сказано. Есть какие-то мелкие нюансы, бога ради, я готов их осветить. Здесь какой принцип по повторениям? Принцип по повторениям понижения пирамиды обычный. Там 15, 12, 10, 8, 6. До 6 обычно опускаться не стоит. Да даже 8 минимум. Еще момент такой. 100 кг вес достаточно большой. И поскольку сгибание все-таки в бицепсах, в локтевом суставе происходит, чтобы техника не создала правильный отдел армени. Тут два момента в этом упражнении. Угол 45, не выше, и прижатые локти. Все остальное, в принципе, не столь важно. Ну вот мы сейчас с тобой показываем классическую тягу в наклоне, да? 45 градусов, локти вдоль. Но также есть варианты, да, различные вариации. То есть когда тело параллельно полу, в стиле Дориана, да, когда он практически стоял. Вот. От чего это зависит? Это как-то связано там с длиной широчайших? Нет, это зависит. Сложно вывести какую-то закономерность. Раньше делали всегда туловище параллельно полу. Но очень большая нагрузка на мышцы-разгибатели спины, и не получается взять большой вес. То есть чуть-чуть приподняв туловище, вес уже значительно увеличивается, и нагрузка на мышцы увеличивается. Стиль Дориана, ну, у кого как идет, хват обратный, опять-таки повторюсь, позволяет не разводить локти жестко, и нагрузка вся уходит в спину. Но у тебя настолько большие бицепсы, что получается так, что ты делаешь просто частичный подъем на бицепс. Столько большие бицепсы, что непонятно, плюс это или минус, да? Не, ну почему? Плюс, конечно, но получается просто, что вместо тяги в наклоне у тебя идет частичный подъем на бицепс. Нам это не надо, поэтому хват мы сменили. Тонкий момент. Если мы работаем высокообъемом, то отказной только последний подход. Если мы работаем высокоинтенсивным на режиме, один подход до отказа. Как для кого лучше, каждый для себя решает сам. Все же от периода, да, тоже зависит? Ну, и зависит от периода, конечно, как подготовки, там еще чего-то. Но это у каждого свое. Скажем, если просто любитель, я бы порекомендовал высокобъемный, не отказный тренинг. Давай, вершли. Поехали. Раз, два, три, четыре. Локти не разводи. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующее упражнение – тяга гантелей в наклоне. От тяги штанги она отличается немножко другим положением тела, потому что толщина параллельна полу. Ну и плюс выполнение упражнения одной рукой дает чуть большую амплитуду. Включаются немножко другие мышцы. И акцент на каждой стороне, да? Акцент на отдельную сторону, ты можешь более концентрированно поработать над каждой стороной. В каждую тренировку включать всегда, да, лучше, когда делаешь ты двумя руками и одной рукой. Слово сложный вопрос. Все зависит от объема тренинга, который ты можешь себе позволить и позволяет восстановление. В принципе, можно чередовать, но ты большой, тебе лучше и то, и то. Поехали. Раз, два. Старайся самим туловищем, не двигать. Вот сюда. Вот кисть, чтобы сюда пришла. Дыши. Еще момент такой. Много раз видел технику выполнения, когда рука выходит вперед. Да, ты растягиваешь и отчаясь, но нагрузка уходит в переднюю двигатель, нам это тоже не нужно. Просто обычное выполнение. Растянулся, а вообще что-то скатил. Все, ничего больше. Леша, смотри, какая ситуация. Мы тут делали 45 градусов, да? Здесь параллельно. Также есть вариант выполнения этого упражнения, когда мы упираемся, так, к примеру, в стойку, когда туловище тоже 45 градусов. Это можно чередовать? Ну, не, немножко не так. Если ты сделал тягу в наклоне 45, то здесь, конечно, параллельно. Да, да, да. Если ты не делал тягу в наклоне, тогда можно так делать, как ты говоришь. Просто упражнения не должны дублировать друг друга. Должны быть немножко разные уголки воздействия, чтобы работать какие-то другие участки мышцы. Грамота. Не бросай вниз, чуть медленнее. Негативная фаза всегда должна быть чуточку-чуточку медленнее. Так, следующее по счету упражнения у нас тяга блока за голову. Таким образом, мы переходим от горизонтальных тяг к вертикальным. Да, она вертикальная, но она достаточно сильно отличается от тяг груди и от крючих упражнений на ширину спины. Чем? Гораздо меньше включаются широчайшие, при этом включаются, как ни странно, большие малые грудные и нагружаются низ трапицей. То есть та самая деталировка на спине, которой тебе так не хватает. Тяги все остальные сверху. Вообще рекомендую тренировку спины разделять на две. На одной делать вертикальные тяги, на другой упражнение на толщину спины. Но вот это упражнение, хоть оно и вертикальное, Его можно включать в толщину спины? В толщину спины нужно включать. Хват, который позволяет тебе опустить руку в заглох. То есть не сильно широкий, но... Ну так, чтобы угол около 90 градусов был в локтях. Если шире, то плохо. Руки идут жестко вниз вертикально, локти назад не отводятся. Локти стараемся держать ровно, голову вперед, а локти ровно. Локти просто расходятся в стороны. Еще такой момент. Это упражнение всегда надо выполнять с чистой техникой. Как только техника нарушается, локти начинают уходить, толщину двигаться. Уполнение упражнения лучше остановить. Делать все только чисто. Упражнение на деталировку всегда выполняется с идеальной техникой. Еще такой момент. Упражнение считается достаточно травмоопасным. То есть делать его стоит только тем, у кого плечевой пояс достаточно растянут. Гибкий. Гибкий, да. Если плечи мертвые, забитые, то упражнение приведет только к травме, ни к чему больше. По повторениям здесь... Повторений от 10 до 15. То есть это более такое же упражнение, изолированное. Ну да, потому что я думаю, на 6 раз тут не получится четко сделать, правильно? Ни малейшего смысла в режиме 6 повторений для этого упражнения нет. Садимся четко так, чтобы... Трос шел жестко вертикально. То есть чуть-чуть все-таки нет. Чуть-чуть в смысле. Жестко вертикально. Голову наклонили вперед. Поехали. Локти опускаем строго вниз, не отводим назад. Если спина не отстающая группа мышц, ее достаточно качать раз в неделю. Стандартный сприт. Если же отстающая, качаем 2 раза в неделю. Например, толщина? Конечно. Толщину нашу разделяем. Но это условно, спина в принципе. Работает целиком, просто делим на горизонтальной горбогой оттяге и вертикальной. Да, вот это у меня с этим вопрос связан. Это так по умолчанию тяжелая, так скажем, легкая тренировка. Потому что все, что горизонтально, это априори тяжело. Горизода более тяжелая, то что вертикальная по оттяге, и все остальное полегче. Да, поэтому первая тренировка, грубо говоря, 6 до 10 повторов. Вторая тренировка, там 12-15 повторов. В этом и есть смысл, да? Ну, то что смысл, просто вертикальные тяги действительно лучше делать в более высоком количестве повторений. И другие волокна, да, соответственно, включаются? Волокна, нет, волокна одни и те же в диапазоне от 6 до 20 повторений, волокна все одни и те же. То есть немножко другая вариативная нагрузка, другой угол воздействия. Ну, на всяком случае, так получается. Я побоюсь углубиться в теоретические дебри. Но вот работая так над спиной, дважды в неделю разделяя ее на горизонтальные вертикальные тяги, так получается из отстающих сделать, ну, подтянуть до уровня остальных групп мышц. В принципе, этот комплекс, который мы сегодня делаем, встраиваться должен именно так. То есть, скажем, в понедельник делается то, что мы делаем сегодня, плюс немножко добить бисепс. В среду грудные передние дельты, трисепс. И в пятницу вертикальные тяги, плюс работа над средней дельтой. Суббота ноги. Ну, давай по вертикальным тягам, да, пройдемся примерно. Три-четыре упражнения. Какие должны быть упражнения? Ну, первое, безусловно, подтягивание. Второе, тяга сверху либо в камере, либо в вертикальном блоке. И третьим упражнением я рекомендую делать какую-то разновидность пулловера. Пулловер, гантели, поперек с камней более подходящие для этого случая упражнения. Крайнее упражнение в этом комплексе – это упражнение на заднюю дельту. Задняя дельта выступает как синергист во всех предыдущих тягах. Поэтому, ну, грешно просто не проработать ее в этот день, грубо говоря, добить и не возвращаться на этой неделе больше дней. Выполнять мы будем единственное, что непривычной намахи от тяги гантелей в наклоне на заднюю дельту. Поскольку это упражнение оказалось более эффективным и позволяет взять гораздо больший вес. Давай попробуем. Туловище параллельно полу. И выполняем, грубо говоря, как тягу широким хватом. Так как тягу штанги, да? Как тягу штанги широким хватом, абсолютно. Руки сгибаем в локтях. Чуть-чуть локти еще более вперед. Тонкий момент. При выполнении этого упражнения ладони должны смотреть назад. Если взять хватом таким, как при махах, то нагрузка будет уходить в среднюю дельту. А нам в рамках данного комплекса это просто не нужно. Локоток чуть-чуть вперед. Тяга, тяга. Во! Вот. Если у нас две тренировки спины в неделю, значит мы... Сделаем каждую тренировку синергиста. То есть все, что работает вместе. Потому что мы не можем свой сплит растянуть на две недели. Поэтому можем засунуть в бицепс, да, к примеру, после? Не, ну вот в этот тренировочный день я бы поставил еще в бицепс. То есть сделал упражнение, грубо говоря, на толщину спины и бицепс. Причем бицепс не усердствовал бы, поскольку мы тях выполнили множество. Сделал бы одно упражнение, типа сгибания с гантелями сидя. Повторение, скажем, по 20-30 чистом панте. Подходи-ка от трех до пяти. И бицепс забьется гораздо лучше, чем вы будете делать полноценную тренировку из четырех-пяти упражнений. Ясненько. А во второй день уже бицепс не включается? А во второй день мы совместим, скажем, со средней дельтой. Или просто с дельтами в комплексе, но с передней и средней. Таким образом, да, мы можем себе позволить там 3-4 раза в неделю покачаться, два раза из них спину и все остальное. И все равно получается вложенное восстановление мышцы. Нагрузка не перекрывается и мышцы успевают отдохнуть. Приоритет на спину. Приоритет на спину. То есть это программа именно с акцентом для того, чтобы развить спину. Ну, собственно, и весь комплекс упражнений, которые я рекомендовал бы делать Андрею для улучшения деталировки его спины. Раз в неделю вторая тренировка на ширину спины. И думаю, через год его спина кардинально изменится и станет преобладающей мышечной группой. Смотрите видео Андрея Скоронова, комментируйте, подписывайтесь на его канал. Тем, кто не подпишется к катаболизму. Ну что ж, завершилась еще одна тренировка в рамках проекта «Телу время». Не знаю, как для вас, но для меня она была очень результативная и очень полезная. Сегодня я стал счастливым обладателем урока от Алексея Киреева, доктора Любера. И мне все очень понравилось. Ну, а вы стали свидетелями еще одной тренировки. Поэтому оставайтесь с нами. До новых встреч! Алексей Викторович, будут ли новые книги? В обозримом будущем пока не вижу. Хотя в солнечной перспективе старости возможно. Появится время, будут? Появится время свободное, будут. Добрый день, Алексей. Были ли у вас проблемы с поясницей? Как боролись? Стандартно. Проблемы, как правило, у всех, кто приседает много, они возникают практически у всех. Боровство стандартно закрашивал, он нашел хорошего костоправа. Сейчас проблем никаких нет. Не знаю этого хорошего костоправа. Да, его знают, тоже к нему ходят. Так, перечислите топ-5 упражнений для спины. Подтягивания. Тяга в наклоне. Тяга гантели. И подтягивания узким параллельным хватом. Четыре. Становая тяга, само собой. Есть. Так, что вы думаете о пептидах, которые подлечивают связки? Ну, думаю, что возможно за ними и будущее. Главное, чтобы они производились где-то официально и содержали то, что, собственно, заявлено на этикетке. Сейчас есть великие сомнения на эту тему. Ну, пока все жиденько. Размена что-то есть, но с уверенностью сто процентов говорить пока рановато. На подготовке, по вашему мнению, чередование или без углеводка? Чередование 5 плюс 2. Ну, опять же, каждый атлет индивидуален. Кому-то лучше без чередования. Тут надо смотреть. В общем и целом, чередование 5 плюс 2 более приемлемый вариант. Заменит ли гиперэкстензия становую тягу для низа спины? Ни в коем разу. Становая тяга – базовое упражнение с весом. И опять же, что гиперэкстензия, что становая тяга – это упражнение все-таки больше для большой ягодичной, чем для низа спины. Вот интересный вопрос. Гиперплазия существует или нет? Ну, думаю, да. Глядя на профиль, на фотографии, понимаю, что гипертрофия, она все-таки конечная. Но те объемы, которые у них одной гипертрофии, достигнуть сложно. Вот, собственно, и все. А теоретических дедовь бог раз знает. Как здоровье, Алексей? Замечательно. Регулярно получаю пулицу на файтбазе, но меня это только мотивирует. Ну, я должен здесь немножко добавить, что и ответка летит тоже неплохая. Так, такой вопрос. Как вы вообще пришли в бодибилдинг? Почему решили стать тренером? Я так понимаю, ты не решил стать тренером? Я ничего не решал. Тебя сами сделали тренером. Никуда не приходил. То есть в моем детстве в каждом доме там был подвал, где все качались. И выбора, в общем-то, и не было. А ты, нам, как-то само собой получилось, возился с детишками. В своем зале был у меня свой зал. И что-то стало получаться. Как-то само собой я не рвался никуда. И не знаю, так вышло. Алексей Викторович, возможно совмещение в любительском плане занятия бодибилдингом и, соответственно, рост. И занятия боевыми искусствами. Если да, то по каким схемам лучше так заниматься? Ну, надо четко понимать, что рост мышц будет тормозить ваш прогресс в единоборствах. То есть, вы что-то придется сознательно этот рост ограничивать. Ну, любительский уровень. То есть, и выглядеть хорошо, и уметь за себя постоять на улице. Ну, в общем и целом, может, будет получаться. Я бы работал два раза в неделю в фуллбаде. Этого было бы вполне достаточно. На ваш взгляд, самые важные спортивные добавки? Ну, безусловно, протеин, аминокислоты. Да и, в общем-то, все. Все остальное не так уж и важно. Амилоперкти. Вещь. Асимметрия мышц, следствие чего? Как с этим бороться? Асимметрия мышц, следствие врожденных каких-то проблем. Бороться, односторонняя работа. То есть, работая одной рукой, одной ногой. Догоняя отстающую часть до уровня. Все совершенно возможно, конечно. Сколько людей после перелома восстанавливало руку до уровня другой руки? Такой вопрос мы, в принципе, обсудили. Что делать, если от становой тяги сильно растут бока? Не стоит делать, да? Значит, не стоит делать становую тягу. Просто в конце, вот описанной нами тренировки, сделать гиперэкстензию, либо наклоны со штангой. Какой был ваш максимальный вес? Мэнс, 117. Скажем так, что он у меня и без химикатов ниже встанем падает. Ну и последний вопрос. Немножко ложку дегтя. Мнение Алексея о новой категории Мэнс Физик. Мэнс Физик категория очень противоречивая. С одной стороны, то телосложение, которое они демонстрируют, в принципе, это предел того, что хотел бы рядовой посетитель тренажерного зала. Это совершенно понятно. Понятно, почему люди хотят выступать в этой категории. Но сама презентация этой категории, то есть макияж, вот эти ужинки, попахивает какой-то гомосятиной. Если это убрать, то будет нормальная категория. Другое дело, что есть категория классического бодибилдинга. То есть, как они будут уживаться в этом случае, для меня загадка. А так, ну просто как-то смотреть на сцену нормально ориентированно. Мужского мало. Как-то своего сына не хочется туда отдавать. Мальчик с накрашенными ресницами и губами. Таких любят только мальчики. Спасибо. Партнер передачи – сеть супермаркетов спортивного питания «Арни». Контактную информацию магазинов вы можете найти на сайте arnistore.com. А также бренд спортивного питания «Просапс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова